Добрый вечер! Информационное вещание на канале ОРТ Планета продолжает программа «Обратная связь». Мы в прямом эфире. И сегодня у нас очень тяжелая тема. Это детская смертность. Кто виноват и что делать? Для обсуждения этой темы пригласили гостей. Один из них уже не первый раз у нас в студии. Здравствуйте, Яков Давидович. Это член общественного совета при ОПД Оренбургской области. Адвокат, это для телезрителей я скажу. И главный педиатр при Министерстве здравоохранения Светлана Геннадьевна Димова. Здравствуйте, вы первый раз у нас в студии. Но я думаю, что вы станете нашим постоянным гостем и другом нашей программы. В ходе программы мы проведем интерактивное голосование. Вопрос, знаете, кажется, на первый взгляд такой простой. Но когда мы сегодня обсуждали его в редакции, было очень много таких мнений и даже разразила такая дискуссия по этому поводу. Вопрос следующий. Способны ли мы защитить детей? Да, нет. Что за странный вопрос? Правда, странный вопрос или не странный, мы сегодня разберемся в течение 40 минут. Именно столько будет длится прямой эфир. И в ходе программы вы можете присоединиться к нашему разговору. Телефон прямого эфира в городе Оренбурге 43 45 07. Ну, прежде чем мы начнем обсуждение нашей программы, напомню телезрителям, что на прошлой неделе проходил круглый стол, да, брифинг, который был организован как раз Министерством здравоохранения, где как раз поднималась тема детской смертности. Вот сейчас я вам напомню эту историю и после продолжу. Дети – наше будущее. Это не просто слова. В нашей области они подкрепляются и реальными делами. Почти 10 миллиардов рублей за несколько лет реализации программы модернизации здравоохранения были направлены на ремонт и оборудование медицинских учреждений, детских домов и перинатальных центров. На этом фоне странно выглядит информация, что в 2012 году младенческая смертность в Оренбурге в сравнении с 2011 годом выросла. Но причины этого не вина врачей. Дело в том, что с 2012 года начался учет детей, родившихся на 20-22 неделе беременности. Малыши, рожденные на столь ранних сроках, слабее. Вес их при рождении экстремально низок. Младенческая смертность повысилась. На первом месте стоят причины перинатального периода. То есть это детки, которые новорожденные. И основная масса, 54% среди этих деток, это детки, родившиеся с очень низкой массой тела. От 500 грамм до килограмм. Другая беда. Все больше детских смертей случается из-за так называемых внешних причин. По данным Росстата, в 2011 году в России от травм, ожогов, утоплений и отравлений погибло более 24 тысяч детей на 100 тысяч населения. В прошлом году в нашей области 90 детей умерло от внешних причин. Это практически 22% от всех погибших детей, умерших от болезней, от несовместимых с жизнью пороков. Вот 90 детей должны были жить. Однозначно, они должны были жить, если бы за ними смотрели своевременно и не дали им погибнуть. Галина Черепова отметила, далеко не все трагедии происходят в неблагополучных семьях. И долг каждого не быть равнодушным и не проходить мимо несправедливости. Ведь может именно ваше вмешательство может спасти жизнь ребенка. Мы сегодня обращаемся ко всем гражданам, кому не безразлична судьба младенцев, которые оставляются без присмотра родителей. Вы однозначно слышите крики, монотонные, протяжные, длительные. И у вас есть вся возможность предупредить гибель ребенка. Если вы знаете о жестоком обращении с детьми, если вы не раз видели, как малыши без присмотра гуляют по улицам, если вам известно о семьях, в которых маленьких детей оставляют без присмотра, обратитесь по телефону доверия и вместе мы поможем маленькому человеку. Еще раз добрый вечер. Итак, тема детская смертность. А вот даже принципиально скажу, почему гибнут дети и кто в этом виноват и что делать. Итак, цифры ужасающие, которые сейчас звучали в сюжете, все-таки гибнут. По самом деле гибнут дети, да? Вот почему вот, то есть это вот количество цифр, вот цифра вот эта года от года растет или как? Ну вот я могу сказать по первому кварталу 2013 года, к сожалению, цифры нас не радуют. За этот период, вот только за три месяца, 10 детей у нас погибли от внешних причин. И буквально вчера и сегодня я получила известие, что опять у нас погиб ребенок, погиб на дому. И не всегда, конечно, эта смерть насильственная, но в большинстве случаев эта смерть обусловлена беспечностью родителей и безответственным отношением к здоровью детей. А вот тот ребенок, который вот погиб, при каких обстоятельствах он погиб? Сегодня этот ребенок погиб, значит, в общем-то при, скажем, обстоятельствах, не связанных с нашим оказанием медицинской помощи. Мама, которая проживала в Новоорском районе, почему-то решила уехать в горы с трехмесячным ребенком. Там отец работал на каком-то частном пастбище, где нет телефонной связи, где нет медицинской помощи даже близко, где-то в семи километрах в горах. Вот она взяла этого маленького ребенка и поехала туда. Более того, в другом районе, вот это было уже в Гайском районе, когда фельдшер услышала от кого-то, что там есть маленький ребенок, она полезла в эти горы, но не дошла, то есть дорог нет вообще, по колено снега, но, в общем-то, увидела папу этого ребенка и очень настоятельно просила прийти на прием, сообщить о состоянии здоровья данного ребенка и так далее, потому что настороженность у нас уже... А как папа ответил на это? Папа ответил, что ребенок здоров, что он наблюдался регулярно, что ему... С чем вы влезете в наше дело, в наше личное дело? Да, прививки все были сделаны, все хорошо, ну, якобы пообещал, что, в общем-то, как только там они смогут, они появятся и покажутся этому фельдшеру. Но, вы знаете, сейчас паводок, и в ночь у ребенка поднимается температура под 40, связи нет. И со слов мамы, ночью они переправиться через какую-то речку горную не смогли. И они ждали утра, а утром вода спадает, и они как-то там уже по каким-то бревнам, вот, понимаете, детективная история, они все-таки добрались. Но, к сожалению, когда они добрались до фельдшера, ребенок уже был в вагональном состоянии. Позвонили в ГАИ, на встречу выехала реанимационная бригада. Вот, понимаете, то есть такие усилия были приложены. Ну, изначально причина этой смерти, это именно беспечность. Вот, беспечность, понимаете, но как можно вот с таким ребенком маленьким лезть куда-то в горы, где даже связи нет сотовой? Звонка Геннадьевна, я вас прерву, у нас есть звонок. Здравствуйте, слушаем вас, представьтесь. Алло, здравствуйте. Да, да. Слушаем вас. Я уже, по-моему, я вам хочу задать вопрос вам. Да, представьтесь, откуда вы звоните. Способны ли мы сочетить детей? Конечно, мы не способны. Потому что кто обычно заотвечает, кого берут деньги, как протягивают руку. Тем же нищим, с джанером таким, а куда у нас возят аллеганты? Те, которые отбирают миллиарды, взяли там, ну, понимаете. Веселство обороны, ИУ. Ну, корруппировано, куда? Почему не впустить бы эти деньги на лечение там за границей ребенка? Операцию сделать или что-то там еще. Почему протягивают руку к нищике, которые так малозащитны люди? Спасибо большое, вы хорошую тему подняли. Да, почему вот на самом деле, когда ребенку требуется лечение, лечение многомиллионное, вот почему именно такие цены, да, вот возникают? Ну, немножко попозже об этом говорим, даже у нас не совсем такая тема. Вот я хочу сразу второй звонок принять. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Представьте себе, откуда вы звоните? Я с Оренбурга. Я бы хотела такую опыту отдать. Мы недавно были в инфекционной больнице с ребенком. Там, во-первых, очень отвратительное отношение к детям. Мы обратились к ним за помощью. У нас была у ребенка очень высокая температура. Ну, знаете, такое отношение, как будто мы у них забираем последний кусок хлеба. Просто хамское. Понятно, спасибо. Ну, конечно, не готова ответить. Нужно, наверное, разбираться с каждой ситуацией, наверное, конкретной. Вот поэтому просьба просто для зрительницы, наверное, обратиться в Министерство здравоохранения по телефону 77-45-28. Мы разберемся в вашей конкретной ситуации и примем соответствующие меры, потому что сейчас не готова дать комментарии. Я хочу присоединить к нашему разговору нашего гостя Якова Давидовича. Яков Давидович, вы смотрели сюжет. Вот эти цифры, которые там звучали, они вас удивили, не удивили? Вот какие вот ощущения, какие эмоции возникли? Может быть, это в порядке вещей, что вот у нас там 22% детей? Понятно. Конечно, я понимаю, что это очень такие жесткие слова, но как бы ты не был. Понятно. Дело в том, что удивить уже нас вряд ли чем-то можно. И я же смотрю не только сюжет. Я же кроме сюжета еще как бы живу, мы вместе с вами живем в одном обществе. И кто где, есть и соседи, и друзья, и кто угодно. И видим вот эту ситуацию, мы не знаем о статистике, но мы видим, что кругом и рядом, и чуть дальше, и очень много всего неблагополучного. Мы же это видим? Видим. Мы видим беспризорщину? Видим. Мы видим алкоголизм? Видим. Мы видим массу женщин, молодых женщин, которые, собственно, вот в основном, кажется, вот такое впечатление. Может, это неправильное впечатление, я не хочу как-то кого-то обвинять, но такое впечатление, что они рожают только для того, чтобы получить пособие. Это нет места близки. Ну, что касается ребенка, это его там, не будем говорить, воспитание, элементарного какого-то ухода, да им просто не до ребенка. Это же тоже, в общем, да. Нет, это имеет место быть, и мы с вами как раз перед эфиром об этом обсуждали, вот это именно ежедневенческое настроение. Тогда чему удивляться, каким цифрам? Ну, с другой стороны, смотрите, Яков Давидович, да, 21 век на дворе, очень большое количество образованных людей. То есть у нас, мне кажется, сейчас только ленивые не получают высшее образование. И, казалось бы, люди должны быть более образованные, более социально высокие, да, вот в этом понятии. А получается, что ничего не изменилось? То есть сравнивать, если с 18-19 веком, да, так, ну, я, конечно, тренируюсь сейчас. Ну, статистика, о которой вы говорите, она же не делит на хороших, плохих мам по признаку образования, там, еще каких-то вопросов, да. Она вот жесткая статистика, она сказала свои цифры. А вот из каких части населения состоит, она же не уточняет. И мне вот, я выразил свое мнение, что по большей части это не там, где нормально все, более или менее, и с образованием, и со стремлением к жизни, и к заработку, в конце концов, и к обучению, и к детям, и к семье. А там, где как раз ничего этого не прослеживается. Поэтому здесь вопрос такой. Посмотрите, со своей стороны государство старается как-то улучшить, да, демографическую ситуацию. То есть вот есть материнский капитал, да, который вот, региональный материнский капитал, за рождение третьего ребенка дают землю. Вроде бы, казалось бы, вот рожает, да, а получается, что вот часто ли вы сталкиваетесь с своей практикой, когда вот именно ежедеменческое такое настроение? Ну, если проанализировать, а мы ведем мониторинг уже теперь в режиме реального времени, младенческой смертности, потому что ситуация действительно вот такая плачевная, то, конечно, в основной массе гибель детей обусловлена тем, что родители не выполняют своих обязанностей, и чаще всего это семьи, ну, социально неадаптированные. И, конечно, если посмотреть у них наличие детей в семье, то они рожают каждый год. То есть они, как только заканчивается пособие на одного ребенка, они получают следующее. Вот, но, к сожалению... То есть способ заработка. Да, это способ зарабатывания денег, и, к сожалению, эти деньги-то на детей не идут в большинстве случаев. Вот последний пример хочу привести. Благодаря нашему брифингу, который вот был проведен, буквально через несколько дней одна из жительниц, спасибо ей огромное, откликнулась и позвонила и сказала, что, вы знаете, постоянно плачет ребенок, семья социальная и так далее. Наш педиатр тут же туда выехал, и хочу поблагодарить участкового, который 4 часа сидел под дверью, потому что дверь была заперта, ждал эту маму так называемую. Мама пришла пьяная, ребенок неходячий, у него врожденная косолапость. Никто даже не подумал оказывать ему какую-то... Это... Патология оперируется. Но, смотрите, с другой стороны, ребенок с первых дней, он все равно под прицелом врача-педиатра.